Боже мой, какие башенки Ну вот, собственно говоря, съехал с асфальта Прошел хутор Вертяч, он у меня за спиной А здесь уже, по сути дела, место дислокации гонки на берегу Ну, наверное, это не Дон, а какой-нибудь один из рукавов Дона Вот на этой базе, сейчас посмотрим, ворота кто-нибудь есть там или нет из участников Ну, я не знаю, видно вам или нет Вон 4 или 5 машин стоит Ну, собственно говоря, базовый лагерь как таковой нет Он существует, ой, там даже больше существует Но, видимо, где кто живет, у того там и бивак Вот одна база, вот там впереди куча машинок с палатками Это, видимо, уже непосредственно сам бивак Живу я между этими двумя базами Вы знаете, наверное, так начинаются многие американские блокбастеры Триллеры Тихая база Тихая база Никого нет Вот такие вот хоромы Телевизор Возможно, работает, но это не важно Рабочее пространство Здесь у меня хранилище Доширака Чуть-чуть Другие принадлежности для жизни В общем, как-то так И такой божественный вид из бокового окна Там какой-то рукав Дона, наверное Ну, не сам Дон, конечно И никого вообще нет Вообще никого Ну что, друзья, всем привет Гонка началась Сегодня утром были административно-технические проверки Вон, там прямо Видна база отдыха Там, собственно говоря Расположился бивак Трасса Я нахожусь на трассе Вот, собственно говоря Они пойдут оттуда, видимо Или отсюда Ну, не важно Трасса Пролога Около 6 километров Расположилась вот прямо Вот здесь вот на поляне В прошлом году это было вот там В песках А здесь, собственно говоря Я по полям езжу Видите, на каком пресс-каре То есть все очень сухо Все очень едется Причем дорожки очень быстрые Такие, ну Даже без пробросов Без трамплинов Хотя, собственно говоря Одно дело, когда ты едешь на скорости Там 40-60 километров в час А другое дело, когда ты едешь на скорости 120 Совсем по-другому Ну, в общем, погода сегодня Сейчас 16 градусов Мелкий-мелкий дождик идет иногда Ветерок, но, в принципе, тепло Вчера вечера вообще было 19 Обалденно Посмотрим Они вот так вот едут Кружочек Вот примерно там трасса Старт Кружочек, кружочек И у меня там вот За этими бугорками финиш Да, ветер, слушайте, усиливается на самом деле И тут у меня камера на штативе И то болтается Да и меня болтает И камера болтает И все на свете Ну, кривоватенько думаю Что будет съемочка такая сегодня Ну что, значит, 22 участника Ну, конечно, хотелось бы больше Много это или мало Ну, сами понимаете Да, обычно собирается где-то Ну, 40-50 Бывает даже больше А здесь половина от того Ну, молодцы, что и эти приехали Хотя бы, да Надеюсь, что Ролли-рейды в России не загнутся Ну, мы вообще на эту тему поговорили За день до старта С некоторыми участниками В принципе, хорошо, что Хоть что-то у нас еще пока есть Потому что, в принципе, понять можно Людей, которые не поехали Потому что сейчас нужно думать О первоочередных Своих каких-то целях и задачах Понятно, что у нас таких профессиональных гонщиков В которых только гонки и больше ничего нет Все равно у нас есть какой-то основной бизнес За счет которого мы гоняем Поэтому понятно, что люди сейчас бросили Все основные силы на это На самом деле планы, как это не смешно Они у меня Так вот, если глобально посмотреть плане Они не поменялись Потому что у меня была задача выступать В чемпионате России Который пока, надеюсь, так и останется В том календаре, в котором он заявлен был изначально Единственное, были планы еще и Казахстан съездить Но это такой был тоже не на сто процентов Но он, собственно, отвалился сам собой Шелковый путь Который я тоже очень надеюсь, что все-таки будет Я как раз всем рассказываю Что после гонки в Ростове Начала читать Шелковый тихий дон Поэтому как-то вот эта природа Мне сейчас как-то ближе, роднее что ли И вода шуршит Вода шуршит, да Представляете, казаки, которые на лошадях вдоль дона Пока что мы только трех коров видели Как казаки Ну что-то вот сразу вот это вот Ну дай помечтать Вот такую вот кинематографичную картинку нарисовать Казачки в красивых юбках Пышных, пышных, таких розовых, зеленых, в жилетках Ну и такие вот, ах Это же здорово А помнишь Розенбауму песню? На Дону на Доне гулевали кони И костров огоним Обжигал бока Вот эту песню я не знаю Что, классная песня Надо скачать, да, послушать Звезд на небе росы, а я с гнидою сросся Стремена по росту, да не жмет лука Слушай, ты петь можешь? А вы-то тут как раз думали Я на скрипке, Катюха на аркордеоне Борода наша будет плясать, а ты петь Нет, нет, я лучше на барабане Ну барабан так по ходу, как бы Ты будешь поющий барабальщик Это будет А в расширенном составе? Да Ну, настроение как обычно Что, у нас с настроением-то всегда было хорошо Ну вот, вопрос Гонка, посмотрим Она еще не началась Пока только прошли административки и так далее Понятно, что там казусов навалом Но будем смотреть, как будут развиваться события Слушай, они не утручают количество участников вашей зачетной ктики? Да, дело даже не то, что в нашей зачетной категории удручает вообще количество участников чемпионата России Да, мы же говорим о статусной гонке Ну, сначала мы думали о том, что это ковид Теперь мы думаем, что другие политические обстоятельства Ну, на мой взгляд, это все не это А просто мы сами Свой, собственно, чемпионат России Убиваем своими же действиями Поэтому Ну, лучше сейчас, наверное, об этом не говорить Надо Можно продолжить этот разговор уже после гонки Потому что, как меня учили мои старшие товарищи Ну, точнее, даже не то, что по возрасту А те, кто давно занимается автоспортом То, как бы, ругать организаторов до старта Это плохая примета Поэтому Сейчас пока только положительные эмоции, да Там, придуманные или как угодно Ну, неважно Будем считать, что все зашибись Костя, дурацкий вопрос Какие планы на этот сезон? Ну Есть такой Виктор Хорошасов, небезызвестный Тоже автогонщик у нас Мы все время сейчас шутим Живем по его принципу Он всегда говорил План без плана Погода хорошая Кататься Нажимать на газ Отпускать газ Нажимать на тормоз То есть, ни разу не сказал, что всех порвать Да, ну Где я и где всех порвать Я про рейды-то узнал год назад Покататься, вот, выехал первый раз Скучно А сейчас А сейчас, вроде как, есть возможность кровь погреть Ну, получится достаточно интересная гонка Как бы, поскольку, тем более, что все соскучились уже По зиму уже нигде не ездили В общем-то, ну, маршрут практически там на 80% он повторяет Где-то прошлый год Был такой скоростной участок В этом году там чуть-чуть мы поменяли Потому что там, ну, получилось, что чуть-чуть в заповедник влезли Поэтому пришлось немножко маршрут поменять А так, ну, интересные дорожки Песочницы, опять же То есть мы там, сейчас скажу, раз, два, три, четыре раза мы заезжаем Въезжаем в них, то есть, ну, практически это там По факту это две песочницы То есть мы четыре раза в них заходим с разных сторон Там разными курсами Пор песок будет? Да, естественно, как бы много точек достаточно в песках Есть даже точки, между которыми там почти по два с половиной километра То есть, ну, их, ну, надо будет еще поискать и найти эти точки Ну, единственное, что, конечно, песок пока на сегодняшний день Он такой достаточно плотный И после зимы еще не поддутый То есть, ну, в принципе, то есть очень достаточно вольготно можно по нему ехать То есть до лопаты дело не должно Ну, не знаю, опять же, как это, насколько это разроется Вот, в принципе, там, ну, при желании можно засадить машину везде Вот, поэтому, ну, так песок на сегодняшний день плотный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok